Зима в Ненецком округе выдалась аномально теплой и снежной, с частыми метелями, снегопадами и сильными ветрами, что создает дополнительные трудности по уборке территорий города от снега. Коммунальным службам и управляющим компаниям приходится нелегко. Александра Литкова продолжит. Рабочий день Владислава Пластова начинается в 6 утра. Сейчас, в зимний период, дворнику сидеть без дела не приходится. Работа есть всегда. Мужчина следит за чистотой двух придомовых территорий. Ну, много не берешь, потому что если сильный горюмин, метель, там трудно с лопатой бегать. Тем более, утром убрал, а к вечеру уже с целым все цемело. Приходится приходить там, двери откапывать. Люди с работы идут, все равно убирать это все. После своей основной работы, где Владислав трудится с 9 до 6 вечера, повторный обход территории и опять уборка снега, который в этом году валит, как из рога изобилия. Все зависит от домов. Во-первых, так, если два дома, пятиэтажных, ну, панелка, встаешь в 5 утра, начинаешь в 6 выходишь на работу, и чтобы к 8 уже люди шли, почищенное было все, убрано. Все тоже зависит от снега. Есть и метель, время много уходит на работу. Вечером приходится выходить еще. В управляющей компании «Успех» работает 15 дворников. Они обслуживают 28 домов. Для вывоза снега компания нанимает технику. Нельзя не учитывать, что мы живем в заполярном круге. И, конечно, приходится очень сильно стараться, потому что только убрал, может быть, через 20-30 минут снова выпасть новый свежий снежный покров. Поэтому стараемся. В убральном режиме иногда приходится работать. Например, допустим, эти новогодние праздники, когда тоже неожиданно напала непогода и метель. В связи с теплой и снежной зимой коммунальщики предупреждают водителей и жителей города быть предельно осторожными. Ведь кроме сугробов в этот период часто образуется гололед. В основном ничего, но по городу стало в последние годы очень скользко. Вот я сама сейчас хожу со сломанной рукой, у меня гипс сняли, но рука так и не заросла, кость не срослась. Я упала напротив элититки. Там всегда очень скользко. Там, где магазин хороший, очень-очень скользко. Там все падают. В микрорайоне Старый аэропорт, согласно муниципальному контракту, дворы и улицы убирает от снега коммунальное предприятие «Чистый город». Его работой в целом владельцы домов частного сектора удовлетворены. В принципе, устраивает. Единственное, только есть у нас пожелания такие, что когда они убирают полностью, вот очищают тротуар, вот эти валуны, которые подходят вот именно к заезду к дому, тоже бы, конечно, убирать. Потому что они проедут утром, и ты не можешь выйти ни с коляской, ни с санками, ничего вытащить ребенка не можешь. И приезжает муж, допустим, тоже уже заехать не можешь, пока не почистишь. Муниципальное предприятие «Чистый город» обслуживает более 150 тысяч квадратных метров междворовых территорий. В этом году слишком, очень много метелей, поэтому стараемся укладываться в график, но погода диктует свои условия. На содержание ежедневно выделяются Т-150 и фронтальные погрузчики, в том числе грейдер среднего класса. Весь собранный на дворовых и междворовых территориях города снег собирают в большие кучи, которые коммунальщики по возможности сразу вывозят. Если этого не сделать до весенней оттепели, город снова поплывет.